ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Написанная в 1969 году темперой на холсте «Цветущая вишня ночью» Алексея Соколова и сухой натюрморт «Катя Левенталь», созданный в 2020-м на бумаге в смешанной технике, больше всего гармонируют друг с другом и стоят на выставке рядом. Когда я делала этот отбор, я не думала, что главным было, что объединяет эти работы. Я думала, как они визуально будут смотреться вместе. То есть нет никакой идеологии за отбором, кроме визуальной идеологии, эстетической. Творчество этих художников абсолютно разное. С одной стороны – лиричность, с другой – фактурность и современный реализм. Однако даже в этой самостоятельности специалисты находят обобщающие черты. Это надо присмотреться и можно видеть. И по поздним работам Алексея Дмитриевича Соколова. И по тому, как они были внимательны оба к искусству декоративному, искусству театра. Ну вот, пожалуй, это связующая тема. Выставка под названием «Семейное ремесло» торжественно открылась в Большевиземском музее-заповеднике Пушкина. В экспозиции около 60 картин Алексея Соколова и его внучки Катя Левенталь. А также уникальные фотографии, альбомы и работы династии художников в трех поколениях. И когда сюда входишь, ну, прежде всего, тебя вот окутывает вот такое, знаете, тепло. С одной стороны, работа Алексея – это и пейзажи очень умные, очень интересные, тонкие, где можно рассуждать, можно долго их рассматривать. Что-то навеивает, какие-то мысли. Вот, и Катя, как сказала, знаете, Петровна, совершенно верно, такие немножко дерзкие. Катя Левенталь очень трепетно и пристрастно относится к творчеству своего деда. Среди картин отмечают «Чаек на взморье», легендарные букеты и серию первомайского петуха, которого можно увидеть в разных музеях. А за каждым изображением на ее полотнах, утверждает художник, своя история, как и у новой серии «Окна». Среди них Катя Левенталь особенно выделяет окно в Нью-Йорке в 2020 году. Написанная во время пандемии. Может быть, она ничем особо не хороша, но для меня она очень важна, потому что я пыталась рассказать о том, как я вижу, что с нами происходит, как многие художники стали как-то немножко по-другому работать во время ковида. И ощущение того, что, с одной стороны, мы разъединены и боимся друг друга, и, с другой стороны, этот страх друг друга нас объединяет, причем объединяет совершенно по всему миру. Среди посетителей выставки – искусствоведы, работники культуры. Они остались довольны экспозицией, в том числе и флорист Инна, давняя подруга Катя Левенталь. Я бесконечно поражаюсь этой тонкости выписанных кружев, любованием старой обуви, предметов и деталей костюма. Замечательно. Ну, Алексей Дмитриевич, просто можно уйти куда-то с головой, расставить в этих чудесных пейзажах. И букеты, я очень люблю его, вот эти вот в полутонах, такие угадывающиеся, растворяющиеся пейзажи и букеты. Ознакомиться с экспозицией можно в Восточном флигеле, Музее заповедника Пушкина в Больших Веземах до 7 ноября. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.